Всем привет! Мы продолжаем наше путешествие. Выходим с острова Бесир. Делаем достаточно приличный переход на север, потому что мы идем на визитную карточку Раджа-Ампад на остров Ваяк. Напоминаю, что вы находитесь на канале Капитан Герман и мы сейчас вам рассказываем о нашем путешествии на Раджа-Ампад. Поэтому Ваяк сегодня будет в нашем выпуске. Переход достаточно несложный. Здесь вообще нет ветра, поэтому если мы не моторим, то мы идем либо под большим парусом, либо под штатными парусами. Но так на пределе, потому что ветра сейчас нет. Ну и это хорошо, потому что плоская вода, которая позволяет нам насладиться снорклингом, а не прыгать по волнам. В общем, подойдя к Ваягу, мы заходим во внутреннюю акваторию, которая достаточно сложная, потому что ее на карте нет, приходится ходить только визуально. Внутри мы проходим несколько миль, то есть достаточно длинный заход и бросаем якорь уже непосредственно в том месте, которое мы видели на нашей лодце. Лодок таких, как у нас, мы видели только одну. Лодка стояла под польским флагом. И рядом есть большое количество ливы борт, то есть это лодки местного индонезийского производства, на которые люди покупают себе неделю-две, недели-три. С Саронга приезжают на спидботах прямо сюда, живут на этой лодке. Встали мы здесь 13 метров глубины, вот это мы сейчас оттянуты максимально назад, там спереди видно риф, но место, конечно, здесь очень красивое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, мы поменяли сейчас нашу локацию, потому что эта локация сильно интереснее. Посмотрите, какой великолепный здесь вид. Маленькая шапка островочка, островочек и пляж. Хочу проверить, что же здесь на этом великолепном островочке нам покажут. Здесь очень мягкий песочек, прямо супер мягкий. Так, что здесь у нас? Веревка, привязанная за дерево. Рифа, кстати, здесь Дина сказала, интересного никакого нету. Зато есть вот такой вот красивенный, великолепный пляж, у которого деревья нависают над водой. Такой небольшой пляжик закрытый. Вокруг вот такие шапки островов великолепнейшие. Костерчик. Кстати, можно поделать будет какие-то барбекю, если будет из чего. Какая-то жуткая инсталляция. Что это такое? Вот такой вот здесь у нас пляж. Ой, еще инсталляция из ракушек. Так, мы подъехали сюда на пляж и прямо с него у нас будет заход в воду. И планы у нас очень глобальные. Мы собираемся проплыть и выйти прямо наружу, аж за самые последние острова. В общем, здесь, конечно, все под водой достаточно бедненько. Ну, здесь с одной стороны просто, но с другой стороны все равно мы каждый раз в такие плавания видим что-нибудь новенькое. И поскольку территория большая очень, то есть мы оплыли сначала один ближайший остров, потом заплыли в другую бухту, там встретили вот этих огромных... Наполеоны? Наполеоны. Целая стая этих наполеонов. Горбатые такие, с такой шишкой на лбу. Да, причем там видно, что семейство, там и молодые особи поменьше, и был один самый большой, мне кажется, это главный. Альфа-самец, думаешь, у них так это работает? Может быть, альфа-дед. Альфа-дед. Здесь достаточно плавать было сложно, потому что очень большие течения, и внутри бухты, ну, понятно, но когда ты на полном газу гребешь между островами, так себе идея. Ну, на самом деле, как по мне, течение не самое большое, которое могло бы быть, достаточно приемлемо. То есть мы сначала оплыли первый остров, заплыли в бухту за ним. А потом не могли вылезти обратно. А потом из-за вторых островов уже выплыли на самый дальний внешний риф. То есть я всегда так рассчитываю, что внешний риф должен быть самый интересный, потому что там больше течений. Ну, где течение, там и живность вся. Ну, вот, да, и поэтому мы поплыли. Но Сережа жаловался, конечно же, всю дорогу, что сильно далеко плыть, но мы это сделали. Но зато посмотри, мы встретили таких великолепных скатов, которые прятались от нас. Ну, да, это ты встретила. Ну, не важно, ты же его тоже видела. Я его тоже видела, но это же надо так заглядывать во все норы, во все щели, что найти этого прекрасного малыша. А я, когда снорклю, я все время заглядываю под камни, потому что, мне кажется, там самое интересное. Ну, мы не охотимся здесь, мы на рыбу не охотимся, потому что, во-первых, это национальный парк. Но если учесть, что здесь никого нет, то как бы... Во-вторых, у нас нет места в холодильнике, потому что мы в такие места выходим всегда битком набитые. Да и смысла нету. Слушай, ну как можно охотиться, когда вот рядом такие красивые скаты? Ну, лобстеры, ладно. Ну, лобстеры, ладно. Признавайся, тебе хотелось его убить? Хотелось, хотелось. Но ты не убил. Нет, потому что руками мне туда под камни лазить не хотелось, потому что кроме лобстеров там может сидеть какая-то мурена. Вот мурен увидеть на своих пальцах. Ну, в общем, лобстеры там себя чувствуют вполне в безопасности, они такие... Ну, не очень боятся даже, когда в них камерой пихаешь, то есть нормально. Все у них хорошо в жизни. Да. Ну, в общем, внешняя часть оказалась достаточно пустой. Вообще, на удивление, вояк, несмотря на свою вот эту внешнюю красоту с этими красивыми горами... Открытка, визитная карточка, считается Раджа-Ампад. Ну, когда люди говорят Раджа-Ампад. Самые инстаграмные фотки это в основном вот с этого вояка. Ну, да. И когда люди говорят Раджа-Ампад, у них все время во всех рекламных буклетах идет представление вот этих вот вояка. Ну, при этом подводный мир там достаточно скромный. Да, и вот, как я уже говорил, несмотря на то, что вот эти великолепные горы, и кажется, когда ты смотришь, что рифы должны быть интересные, потому что, когда мы запускаем дрон, то мы видим огромное количество рифов вокруг, и рифы действительно живые. Но, так сказать, может быть, мы просто избалованные, потому что мы уже были на Кри, но, тем не менее, после Кри здесь, конечно, ну... Ну, попроще, но всегда что-то новое. Я каждый раз вижу что-то новое, и каждый раз с большим удовольствием оплываю. Слушай, ну вот, например, вот эти рыбы-хирурги. Мы же их видели, вот, допустим, на том же Кри, какое их огромное количество, просто сотни. А здесь, ну, во-первых, здесь не очень глубоко, на самом деле, то есть, и... Ну, поглубже, чем на Кри. На Кри там вообще по пояс было. Ну, да, там вообще в супер отлив кораллы оголяются прямо. А здесь иногда, ну, есть места, где вообще мелко, но там, кстати, где мелко, не очень интересно. Но тут от 5 до 8 метров, наверное, вся прикольная жидность была, или меньше. Приходилось нырять тебе, дружище. Ну, да, вот, допустим, вот эту вот большую тридакну снимать, это достаточно вот сейчас ты выныриваешь. Это же наверняка не потому, что ты на поверхности смотришь, там, какие-нибудь красивые рыбы. Ну, в общем... Может быть, мне нравится понырять, Серёжа. Ну, понятно, и кадры красивые, и всё. Но, тем не менее, грести приходится достаточно много. Ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну потому что мы утонем, если мы будем брать такие ракушки Наверное, но стоило ее раскопать и посмотреть на ее реальный размер И там как раз обе половинки сохранились В общем, к сожалению, к сожалению, она осталась там, где и была найдена И это хорошо, между прочим Нашла ракушку на пляже Поднощила домой там крючок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок В общем, мы бросили якорь возле острова Айрбарек Это остров и деревня, которая занимает практически всю территорию островка И прикол в том, что здесь очень большой и богатый риф, который они культивируют, растят и уделяют этому очень много внимания И у них есть какой-то даже грант от правительства, который выделяет им большие бюджеты на то, чтобы они приводили эту территорию в какой-то порядок А вообще здесь, конечно, очень чистенько, уютно деревушка, в которой живет не так много человек Но есть все, и прокат масок можно взять, и сюда ездит невероятное количество людей Да, это одно из самых популярных мест для дейтрипов, для овернайтстей То есть здесь фактически весь остров, вся их деятельность сосредоточена вокруг дайвинга и снорклинга И сам по себе островок очень уютный, красивый, чистый, все аккуратненько Скромненько, но аккуратненько И есть большое количество на острове хомстейов, хотя выглядит оно, конечно, сделано все из говна и палок Но тут действительно один из самых лучших рифов, что мы вообще видели в своей жизни То есть здесь можно спокойно плавать несколько дней подряд И каждый раз ты будешь встречать каких-то новых рыб Здесь я впервые встретила рыбы-камни, рыбы-крокодилы В общем, здесь действительно очень много живности Это вот прямо в топ-5 рифов за всю эту нашу поездку по всем Раджоампатам Эрбарек даже, наверное, в топ-3 где-то И они, эти рифы, еще растят А вообще на острове здесь есть все, что нужно То есть домики, в которых люди живут, вот вы сейчас видите А вообще здесь даже свой есть муниципалитет Вот церковь, наверное, самое большое строение на этих маленьких островах Есть школа То есть, грубо говоря, на этом маленьком островочке Есть все, что нужно для того, чтобы люди могли жить и развиваться Ну и то, чем они занимаются, это в основном Ну все около туризма, все около принимающая сфера вот эта То есть берут лодки свои, вот эти маленькие, с мотором Садят туда одного-двух человек, которые стоят здесь и живут в этих небольших холмстэях И возят их по различным спотам И странно то, что, несмотря на то, что Саронг, например, это достаточно большое количество мусульман И там собак, ну, сильно мало А здесь на улицах лежат собачки И сразу говорит о том, что это не мусульманская часть А, скорее всего, христианская Ну да, здесь еще и в купальниках все ходят Не, ну купальники ходят, это туристы даже на мусульманских частях Все ходят в купальниках, это небольшая проблема Первое, что нас здесь удивило, это то, как они выращивают кораллы прямо на сваях от пирса То есть здесь есть несколько джетти-портов Это такие небольшие, очень ухоженные, аккуратненькие пирсы Куда, собственно, и приезжают люди на лодках И вот вокруг этих пирсов творится просто что-то невероятное Во-первых, на них выращиваются разные виды кораллов И прямо если присмотреться, видно, что они примотаны И разные-разные особи на одной палке можно там встретить Их буквально все видовое разнообразие И второе, здесь очень много рыб Мы такого количества рыб, наверное, особенно бэтфишей, не видели нигде Если присмотреться на кораллах, живут маленькие креветочки в цвет каждого из них Но, к сожалению, камерой мы переведем Ну да, у нас не было оборудования, которое необходимо для того, чтобы такое снимать Но обещаем, в будущем мы этот вопрос решим И мы уже этим занимаемся Да, в общем, вокруг этих красивых кораллов тоже там целая биосфера своя Там очень много разных маленькой живности живет И интересно, что вот лодки приплывают и уплывают А рыбам хоть бы что, они даже не расплываются от такого И людей совершенно не боятся То есть ты прямо в них можешь упираться Они в тебя носом иногда стучат И проплывают, ну, в супер близкой близости Но здесь строго запрещена охота на любую рыбу Поэтому они не боятся И получается, что можно нырнуть и их там трогать руками Они будут просто проплывать и смотреть, кто же это пришел Но видно, их подкармливают Да, здесь еще похоже, что как будто бы их подкармливают Потому что действительно вокруг этих пирсов самая большая концентрация Плюс, я думаю, что здесь тенек А рыба любит плавать в теньке И здесь как раз получается, что у них естественная защита от солнца в виде этих досок И, в принципе, еще мало того, здесь какой-то морской такой мусор прибивается И они там пирствуют И вы, когда приезжаете на этот остров Там можно взять маску с трубкой Спускаетесь прямо с пирса На котором стоит там несколько лодок, которые привозят туристы И к вам всплывается вся эта стая рыб Просто их там тысячи, если не больше Просто огромное количество И очень разных И кардинал фишин называется Да, рыбы супер впечатлены Потому что действительно та, в такой близости эти рыбы плавают Как будто и больше нету дела ни до чего Кроме как поплавать рядышком Рядом с пирсом небольшая глубина То есть где-то там, наверное, до 5-6 метров И такой плавный-плавный сход идет От где-то, наверное, метра-полтора до 5-6 метров И вся эта глубина, вся эта территория Там много таких сделанных человеком решеток На которых рассада кораллов И вокруг этой рассады кораллов тоже очень много рыб плавают И они там прямо внутрь заплывают Их можно гонять А вообще глубина здесь рядом с островом очень большая Там 60 метров, где-то в 200 метрах по расстоянию от берега То есть очень сложно бросать якорь Потому что приходится это делать там порядка 30 метров глубины Ну мы же помнишь, проплывали было где-то и 10 метров глубины Ты еще испугался? Да-да-да, это было страшно Вот, а вообще течение тут достаточно большое Если посмотреть по карте, Эрборек расположен так вот прямо В каком-то таком огромном проливе прямо посередине И там же есть песчаные отмели недалеко от него Где как раз вот этот Манта Клинин Стейшн И другие какие-то дайв споты Но мы там не бывали Нам хватило и вокруг самого Эрборека Потому что там каждый день ты снова вместо начинаешь Там, не знаю, может 500 метров в общей сложности проплываешь Но очень-очень медленно Потому что столько всего великолепного вокруг Течение действительно большое Там 5-6 узлов даже может быть на метайде И нужно очень серьезно бросать якорь Надо, чтобы тузик не заглох еще когда-то едешь Да, потому что внесет тебя куда-нибудь там далеко А на самом деле это действительно большая проблема Потому что если вы не уверенно бросили якорь То может вас уволочь Потому что нагрузка очень большая на цепь, на лодку Потому что, ну, представьте себе, такая большая Когда ты уже подплываешь к рифу Там уже течение сильно-сильно меньше Но оно есть, но оно такое слабенькое Ну и здесь мы видели необычного морского огурца Необычен он тем, что он на себя налепил Большое количество разных ракушек Я, конечно же, сначала увидела ракушки А потом то, что они налеплены на этом огурце Ну и еще здесь наши любимые рыбки Немо На очень маленькой глубине С хорошим светом В общем, конечно же, мы их поснимали Потому что здесь их несколько видов И они в таких прямо контрастных кораллах С хорошим фоном Они хорошо в глаза бросаются Потому что они красные Ну да, и слегка снимать Потому что они никуда не уплывают То есть в основном они держатся вокруг своего анемона Некоторые более пугливые прячутся Некоторые более дерзкие выпрыгивают навстречу А некоторые пытаются навалять еще тебе Ну да, в общем, наслаждайтесь, как и мы Потому что рыбы эти наши любимые Еще оказалось, что вокруг этих пирсов Самое большое количество, которое мы когда-либо видели Бэтфишей Это такие рыбы очень интересной формы Они плавают совершенно не быстро В основном вообще зависают И обычно мы их видели там по одной-две Это дискусс А здесь Да А здесь их прямо целые огромные семьи И взрослые, и молодежь И совсем маленькие рыбы А еще прикольно, что они когда маленькие И когда большие Отличаются и по форме, и по размеру И вообще кажется, что это совершенно разные особи Ну только по расцветке в принципе они похожи Ну по расцветке похожи А по форме совсем не похожи У них нижние длинные, и у тех, и у тех В общем, они узнаваемо из одной семьи Но когда ты смотришь, думаешь, почему они такие разные Это же разные рыбы Да И здесь вот как раз можно видеть на одном кадре Их много, и всех возрастов И прикольно то, что маленькие особи Они выглядят такие, как луна такая Они такой... Больше вертикальные, чем горизонтальные Да, а те, которые вырастают, они уже становятся такие Сковородка сайз, там, сантиметров 30 в диаметре И кругленькие Да, в общем, нам эти рыбы Это одни из наших любимых рыб Еще и потому, что они очень фотогеничные И позволяют себя снимать Никуда не уплывают Дина их там снимала, бегала вокруг них Там просто мотором моторила на своих ластах Потому что они реально крутые Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok Интересно, что некоторых особей мы встречали каждый день. Например, вот эта черепашка, у нее характерные какие-то ранения, шрамы на спинке и нет одной задней лапы. Но ей это не мешает, немножко она по-другому гребет плавничками, то есть у нее такой немножко как рассинхрон, но не знаю, что с ней случилось. Может, в сети попало? Ну, без лапы остаться скорее, или под мотор, или кто-то ее кусил. Или какая-то акула откусила, может быть, еще. Вообще, что-то с ней произошло, но она, в принципе, в остальном живая, здоровая. Но она, судя по всему, живет прямо на этом рифе, потому что мы ее здесь видели каждый день. Наверное, у нее тут все в порядке с едой. Но черепашек тут много. Та, которая без одной лапки, это не одна единственная. Здесь есть еще, вот видите. И они очень дружелюбные, совершенно не боятся людей, заняты своими делами и вообще не обращают на нас никакого внимания. Ну и куда же мы без нуди-бранчей? Это один и любимые галлажаберные моллюски. Такая улитка только без панциря. И они живут своей жизнью. Есть ядовитые, есть не ядовитые. Обычно ядовитые те, которые имеют яркий окрас. Они могут быть ядовитые для других рыб. Поэтому, как известно в природе, яркий окрас говорит о том, что трогать их не нужно. И рыбы понимают этот сигнал и их обычно не едят. Поэтому они себе достаточно фривольно чувствуют себя на дне. И вот посчастливилась увидеть такого. И Дина положила его себе в коллекцию. Ну не сам моллюск, а фотографии, которых у нее уже очень много. Я на этом рифе плавала сильно больше, чем Сережа. И на мелкоте в том числе, потому что ракушки искала параллельно. И встретила там вот такого вот красавчика, супер закамуфлированного. И очень опасно, потому что он на такой прямо мелкоте. И хоть и есть знаки на острове, что нельзя наступать на рифы. Некоторые туристы все же становятся там поправить маску с трубкой и так далее. И в общем можно ненароком случайно наступить на этого монстрика. Или рукой переться, когда ты давишь. Например, взяться за коралл. Ну в общем не надо браться или браться уже внимательно рассматривать. Потому что вот он такой супер замаскированный. У него красивые плавники. Он ими упирается, такой как лапками прямо. И он вообще не то чтобы сильно любитель поплавать. Судя по всему, он любитель посидеть на дне. Но он невероятно ядовитый. Одна из самых ядовитых рыб на планете. Ну да, в общем вот мы его встретили. Вот такой вот он симпатяга. У него кстати ядовитые это только плавники. То есть он с шипы на плавниках. То есть вы его, если он укусит, наверное может быть он кусается. Я думаю, что он не кусается. Ему достаточно плавников. Он просто колет плавниками. Достаточно опасный, чтобы не кусаться. В общем если до него дотронуться и уколоться его плавниками на спине и на груди, то все можно и помереть. Кроме этой великолепной stonefish рыбы камня, Дине посчастливилось увидеть рыбу крокодила. Вы можете спросить, почему он так называется. Не слово больше. Все на видео. В общем эта рыба похожа действительно на крокодила. Она является опасной, потому что у нее спинные плавники ядовитые. Поэтому если до нее дотронуться и уколоться, ничего хорошего вас не ждет. Рыба очень муфлируется под грунт. Вот вы видите, она лежит там в полуметре и ее практически не видно. И у нее на спине торчат эти шипы. Она видно уже недовольна, потому что она их подняла скорее всего. И ждет, когда те кто снимают, уколятся и будут иметь проблемы. Их здесь посчастливилось увидеть несколько разных видов. Второй вид более темный и такой более контрастный, когда он лежит на песке. Но видимо если эта рыба лежит на черных кораллах, под которую она заточена, то ее будет заметить крайне тяжело. Потому что их весь окрас сделан так, чтобы она сливалась с поверхностью. И максимально камуфлировалась. В общем это ничего хорошего дайвера не ждет. Поэтому когда говорят не становитесь на коралл, это даже не из-за того, что вы можете сломать коралл. И это естественно тоже. А еще и потому, что можно получить огромное количество проблем. Также на там рифе много-много разных пафферфишей. Вот эти наши любимые глазастенькие. А есть еще мэп пафферфиши. И здесь мы встретили... У них просто тело такое с узорами, как будто карта. Да. И здесь я встретила одного супер старого пафферфиша с маленькими желтыми рыбками-пилотами, которые с ним плавали всю дорогу. И интересно, что он был такого огромного размера. Я таких больших никогда не видела. И он был слепой на один глаз. И какого размера он был? Ну где-то сантиметров... Типа 80 прям огромный. Ага. Вот такой. И он был слепой на один глаз. И это позволило мне плыть и его сопровождать. Очень большое расстояние. То есть он вообще меня этим глазом не видел и никак не реагировал. Потом я уже решила его оплыть, поснимать с другой стороны. И там он уже такой понял, что что-то не то происходит. Как-то этот человек слишком близко ко мне. И с такой скоростью умчался. Я даже не ожидала, что этот старичок еще на такое способен. Думала, он просто будет на палочке грести. Такой упираясь об кораллы. Ну, в общем, прикольный человек. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.